Там, алло, там, будьте добры, Николай Иванович, я говорю, извините, вы не туда попали, пауза, женский голос, не бросайте трубку, поговорите еще. Так что, если с годами у меня вот это все кончится, есть такая служба секс по телефону, я думаю, я свое отобью. Субтитры делал DimaTorzok Он с ранних лет мечтал быть химиком, а стал сатириком. Неплохо боксирует и в свое время был вышибалый в Ленинградском доме актера, впрочем, очень интеллигентным. О том, как в детстве жил в коммунальной квартире на несколько десятков человек и едва в ней не погиб. О своем половом созревании, чему посвятил целую главу воспоминаний и, конечно, о юморе и сатире тогда и сейчас. Семен Альтов в этом портрете. Готовясь к этому интервью, я, конечно же, зашел на ваш сайт и там нашел очень хорошую шпаргалку, подсказку, которую вы когда-то написали. Она называется «Автобиография». Я ее распечатал и буду и туда обращать свое внимание и задавать вопросы, ориентируясь на эту автобиографию и добавлять свои. Договорились. Ваше детство. Это было хорошее, счастливое детство. Какие воспоминания о нем? По рассказам родственников, я родился во время эвакуации в Свердловске. Как они говорят, естественно, были не самые благополучные времена, кроватки не было. И поговаривали, когда были живородственники, что вместо кроватки у меня был какой-то эмалированный таз, а вместо соски был хвост селедки. Не знаю, как это повлияло, но, может быть, как-то это и отразилось на том, кем я стал. Я помню, мне лет шесть, я вбегаю в комнату, весь слезак и говорю, мама, Шнелька, я помню имя собаки, Шнелька, не дает мне взять червячка. Выходит мама, во дворе лежит гадюка, и собачка бегает кругами и не давала мне малышу взять этого червячка. Вот такие вспоминания о детстве. А ваши родители, это творческая семья? Я предпосылки хочу понять. Предпосылок нет, они, в общем-то, как бы принадлежали к интеллигенции. Мама была архитектором, хотя бы работала не очень долго. Отец до последних дней долго преподавал в кораблестроительном институте электротехнику. Я же пошел в химике. И пошел почему? Лет восемь, день рождения, мне дарит коробка, я даже помню, красная окантовка, такой зеленоватый. Вверх написано, был юный химик. Я сливал зеленый и синяя, получалось красное. Пожигал какой-то порошок, аммония какой-то. И вдруг начинал извергаться вулкан. Чудеса. Да, и вот это так повлияло на детскую головку, что я решил, что вот эти фокусы и химия, это одно и то же. Я вопреки воле родителей... А, они хотели. Они хотели то ли в корабелку, наверное, ну куда-то как бы так поближе к себе, а я настоял, я пошел в техникум на проспекте Абуховской обороны химической, это 4 года. Поступил в технологический институт, это еще 4 года. Потом проработал, по-моему, 2 года по специальности, и то мне понадобилось где-то 10-11 лет, чтобы понять, что я получил профессию, которая мне абсолютно не интересна. Ну, я считаю, что все, что в твоей жизни было, где бы ты ни был, это все потом как-то куда-то туда вот в кучку такую складывается и пригождается. Если вернуться еще в детские годы, вы каким были мальчиком? Вы гуляли во дворе, били стекла, может быть, гоняли кошек и голубей на крыше или же сидели дома и читали книжки, может быть? Это было мое детство в те времена, когда была дворовая жизнь, не боялись детей выпускать, и заодно кричали мама или соседи, поэтому никаких таких элитарных, закрытых, поэтому мы все крутились во дворе. Я помню, ну, сейчас, когда я с внуком захожу в магазин игрушек, то у меня глаза разбегаются, а он уже присыщен, и мы, в общем, как-то не все это интересно. А у нас игрушек не было, девочки же мастерили кукол из тряпочек, у меня была такая зеленая пушка, которая слила карандашами и пружинкой, так я за право выстрелить из этой пушки, я мог получить конфету или что-то еще даже круче. Поэтому ценности были другие, но от того, что мы мастерили игрушки сами, очень работала фантазия, и эта кукла для девочки, она была чуть ли не... Это и у дитя, конечно, это возникали другие отношения между этими предметами. 38 лет Леоня Козлович со своим семейством честно прожил в коммунальной квартире на 25 человек. Шанс на расселение был один, если дом треснет. Жильцы дебоширили как могли, раскачивая здание. Его, слава богу, дом треснул и пошел под капитальный ремонт. Коммунальная квартира, давайте уж тогда об этом поговорим. 29 человек. 29 человек. И сколько комнат тогда в этой квартире? 9 комнат. Я даже... Тут была передача на телевидение, мы пришли туда. Я даже проснизился, поскольку я не был там 50 лет. Мне тогда казалось, что все было гораздо больше. А жить вот в такой коммунальной квартире, это наподобие фильма «Покровских ворот» или там все очень хорошо было представлено, а на самом деле все жестоко? А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно! Вот моя будущая жена! Это мой крест! И нести его мне! Вы знаете, это смотря, как вот пишется пьеса. Были квартиры, где две семьи, и это шел смертный бой с утра до вечера. Или было 30 человек, и ближе никого никогда не было. У нас были, ну, это по законам даже математики, такое количество сочетаний, оно порождает какие-то... 29 человек – это класс! Это да, да, там, знаете, утром на два туалета, и оба заняты. Ну, значит, это уже повод. Ну, или кухня, например. Стояли у каждой семьи столики такие у хозяек, и на полу чернилами были такие рисочки. И если кто-то за ночь сдвигал даже нечаянно столик на сантиметр... Что он сказал? Это уже был повод для серьезных разборов. Я помню, когда во втором классе меня одноклассник Эдди Кангерт пригласил на день рождения. Комнаты нас накормили, коридор мы поиграли. Я вижу, еще две двери уходят в коридор. Я говорю, а здесь кто живет? Он говорит, мы. Я говорю, минуточку, а мы жили 29 человек, комналок. Я говорю, мы вышли из этой комнаты. Кто здесь живет? Он говорит, мы. А здесь мы. Я затих, пришел домой, говорю, мама, в классе учатся ненормальный мальчик. Три двери. И он говорит, что везде живут они. Для нас, почему мы жили счастливо, мы понятия не имели, что существует в мире отдельная квартира. Это очень важно. Не знать, как только ты узнаешь, что можно жить лучше, кататься на другой машине, в других условиях, отдыхать в других местах. Вот начинается такая червоточина. У меня 29 человек у нас была коммуналка, и совершенно нормально это было. У меня осталась память об этой коммуналке, если бы я сейчас разделся. Поскольку, когда мне было те же года, 7, наверное, лет, родители ушли, оставили меня в комнатке дяди Кости. Это был кусочек коридора по метра 3 на 8. Я читаю букварь, а в это время дядя Кости принес чайник с кухни, 5-литровый, кипятка, и ставит на табуретку рядом со мной. А на полу лежала кукла их дочки. Я кладу букварь, догибаюсь за куклой, задеваю чайник, и из носика на меня начинает литься кипяток. Если бы слетела крышка, 5 литров мне бы тогда хватило полностью. Я заорал, а он, бывший моряк, тоже скачал, содрал с меня всю одежду. И опять-таки, ну, тут был повод оставить это как вспышка памяти. Я лежу на диване, и вот 29 человек в соседе, я даже помню, где сейчас была голова, они смотрят, а я лежу. А у меня вот здесь следы остались до сих пор, вздулась кожа такими шарами. И вот они с ужасом на меня смотрят. Так что вот коммуналка всегда при мне. Убирался пару раз. Почему-то помню, была такая жесткая, жестокая игра. Подходили взрослые мальчики. Как же они говорили, какая-то трубка. Они говорили, посмотри, я прикал у глаз, они в это время дули с той стороны, там была соль. Соль? Соль. Жестоко. Вот такие подрастали у нас надзиратели в будущем, наверное. Вот это я помню. Было очень... Я, наверное, успевал, человек успевал зажмуриваться, но ощущение обиды, когда тебя вот так обманывают и так жестоко, еще вот этот хохот с другой стороны этой трубки, вот это очень ранило не столько глаз, сколько сердечко. Потому что тут очень эмоциональная составляющая, иногда работа сильнее, чем физическое какое-то неудобство. Школьные годы. Как у вас со школой? Удачно все? Ну, я закончил школу, но все удачно. Слопок. Как учились? Первые четыре класса до Перелова-Джамбулы. Это была базовая школа, поскольку до того, как начал учиться я в Питере и, по-моему, в России, обучение мальчиков и девочек было раздельным. Мужская гимназия, женская. И первая попытка посмотреть, что будет, если мальчики и девочки начнут учиться вместе, этот эксперимент был поставлен на нас. Там было четыре класса, и поскольку за эти четыре класса ни одна из девочек не стала матерью, решили, что начать ничего страшного, пусть учатся. И так что благодаря мне в том числе все последующие школьные годы у ребят стали вот в таком приятном содружестве мальчиков и девочек. Я не был кругом отличным, 4-5 вот так было. Хотя родители требовали пятерок, но и не особо ругали за четверки. Такой я был середняк, наверное, по успеваемости. Когда умерла мать, достаточно было такое тяжелое внутреннее состояние, еще, наверное, совпало с возрастом, я начал писать стихи. Чудовищные! Но это уже было какое-то общение с бумагой и попытка сформулировать какие-то свои чувства, ощущения. И потом появилась девушка, в которую я был влюблен. И это уже приобретало такой немножко иной характер, еще когда тебе говорят, что это хорошо. А потом мне еще подарили печатную машинку. Ну, это уже было все. Потому что когда ты пишешь в трубке, это самодельность. Когда ты эту же фигню напечатал на машинке, это произведение искусства. И я помню, какой чудный наив, в институте я уже учился, я что делал? Я печатал, скажем, четверостейши Мандельштама, без упоминания, свое и, скажем, Брюсова. И на лекции так соседки с левой, соседки справа, вот три, какие тебе? И почти все ставили галочку против меня. То есть я выходил на первое место, за мной шел Мандельштам, замыкал тройку Брюсова. Ну, это уже вы понимаете, да, как окрылял. Причем, когда были вечера конкурсные, там были симпатичные ребята. Я с восхищением смотрел на то, что они делают, типа КВН на такие вечера. Но я не участвовал, меня никто не приглашал что-то писать, поскольку я ничего и не писал. А потом, даже не знаю, что-то такое, какие-то фразы начал. Проголосуем, куда едет большинство, туда поедут все. Кто едет в этом трамвае Кузьминке, поднимите руки. 55. А есть идиоты, которые думают, что они в этом же трамвае, приедут в Мамонова. Тоже 55. Женщина, прекратите истерику, не сморгайте с меня. Литературная газета «Клод 12 стольев» какие-то начал писать фразы. И вдруг они напечатали 9 фраз. Пришел перевод на 36 рублей. Значит, одна фраза – это сколько? 36. В общем, порядка мы почитали. Что-то порядка 9 рублей фраза. Это когда коньяк стоил 4,12, а бутылка. То есть, вы понимаете, жена тоже, значит, почитала сколько фраз в месяц, нам надо что-то совмести концы с концами. И был составлен бизнес-план. Да, да, хотя печатали, как вы понимаете, далеко не каждый раз. Но я открывал литературку точно как лотерейную таблицу. Так, фамилии, дальше сколько? Раз, одна бутылка коньяк, две, три. И пошло, пошло. В вашей автобиографии опять к ней вернемся. Есть заметка про то, как вы учились в техникуме. История о том, как вы набедокурили. Которая закончилась очень важным выводом, как мне кажется. Что прежде чем почувствовать себя униженным, убедись, что тебя унизили. По-моему, это такая очень поучительная и важная жизненная история. Скажите об этом. Да. Мы как раз с вами сидим буквально напротив. Вот там, на том углу Невского-Литейного, был кинотеатр «Титан». Техникуме что-то такое я нашалил. И директор техникума достаточно страшной внешности. Он после армии контужен. У него немножко вдавленный лоб. За очками увеличенные глаза он делал вот так, молча. И говорит, взять вязанку дров и отнести к «Титану». Это на проспекте Абуховской обороны. Я представляю вот это расстояние километров 10 от Абуховской обороны до кинотеатра «Титана». Я заплакал. Потому что это было, наверное, и тяжело, но главное, и унизительно. Почему я маленький мальчик должен, как на картине какого-то художника, тащиться с вязанкой дров на Невский проспект. Меня спрашивают, что ты плачешь? И вот он сказал, ребята, говорят, идиот, «Титан» – это печка. Вот видишь, она стоит в углу на первом этаже. Вот сюда нужно отнести дров. Поэтому это фраза, прежде чем почувствую себя униженным. Убедитесь, что вас действительно унизили. Целая глава вашей автобиографии отведена половому созреванию. Одна глава только. Ну, по крайней мере, с третьей главы вы начали рассказывать. Я так понимаю, что… Так, давайте вернемся к этим приятным событиям. Там был старт, и, видимо, он пошел дальше по жизни. А про занятия боксом. А, «Корабелка». Я начал ходить на занятия боксом, а это было в общежитии «Корабелки» Института кораблестроительного метро «Автово». И там вот наша раздевалочка, где мы раздевались, а дорога к рингу проходила через… Отчетная раздевалка душевых девочек. И там, значит, были проделаны дырочки в этих дверях на разной высоте, отчетной зависимости от роста боксера. И, конечно, ну, это так замечательно. Вот этот очень правильный интерес и любопытство созревающего организма. И вот, значит, мы там… Все как бы друг от друга скрывали. Надо было так успеть как бы и пройти, и посмотреть. Это непростая задача такая актерская была. Логистика. Логистика, да. Но главное, что когда потом мы вылетали на ринг, то вот этот заряд… Дрались буквально до крыбы, как самцы. А потом, когда мы уезжали куда-то на соревнования, какие-то все были вялые. Тренер никак не мог понять, а почему такая разница в настрое. Так что вот… Да, и потом даже там, очевидно, девочки… Хотя у меня такое ощущение, что они знали, что смотрят, и ничего худого в этом не видели. Но завхоз, такой пожилой мужик, который следил за нравственностью, он взял, забил филенку, по-моему, это называется, металлическим щитом. И потом, через день, броней, через день там было, как будто там из автомата стреляно все было в дырочку. Следующий подпункт этой главы… Давайте рассказывайте. Да, я вам подскажу. Про фразу «Не хотите ли пойти на концерт органной музыки?» Это уже более интеллигентный подход. Да. Я в течение месяца-двух простреливал глазами ту девушку, которая у меня была симпатичной. Мне казалось, что это уже что-то между нами произошло. Хотя она могла и понятия не меньше, какой-то на нее смотрит. Когда я считал, что уже прелюдия как бы закончена, тогда у меня была козырная карта. Я подходил и говорил, «Не хотите ли вы пойти на концерт органной музыки?» «Почему органной музыки?» Я до тех годов даже не представляю, как орган выглядит, не то, как на нем играть. Ну, наверное, это было настолько неожиданно, что отрыб, я не понимаю. Вот я не знаю, что такое означает слово «отрыб». Вот этот взгляд на меня и… Вот после всего еще и орган, да. Да, и убегала. И такая легенда. Но зато ребята, которые уже подержались над моим вот этим ноу-хау, значит, если они говорили девушке, «Не хотите ли вы пойти на концерт органной музыки?» Это уже у них означало… Как бы мы пройдем вместе сегодняшнюю ночь. Если опять-таки смотреть на прекрасное… Досье. Это прекрасное. Комитет госбезопасности. Это досье, оно пропитано историями, которые жизнь с вами так или иначе прокручивала, но и историями, которые и вы прокручивали с юмором над своими друзьями, знакомыми, однокурсниками. Чернило в стройотряде. Мы приехали после военных сборов. Кандалакша под Мурманском. Второй отряд. Мы такие веселые, жизнерадостные. А там все ребята ходят такие совершенно убитые. Что такое? Говорят, вот завтра 9 часов вот работаешь, узнаешь. И потом, поскольку мне даже и Веракос после этого появился, там очень тяжело работали. Но мы решили как-то их расшевелить. А утром это выглядело так. Жили в вагончиках. В 6 или в 7 колокольчике звучала музыка Битлз. Нам очень нравилось, но мы даже не знали, кто это такие. Да только-только вот это появилось. И голос говорил, там до выстроения, там 15 минут. Тешно, там 10 минут. Построение. И тут из вагончика вылезали еле живые, полуодетые мальчики и девочки. И вот в таком сцене они выстраивались. А, перед этим еще, чтобы немножко взбодриться, они подбегали в рукомойники такие, с такой пипочкой. И, значит, пискали на лицо. И вот пытались понять, что происходит после этого. Мы взяли, налили в эти рукомойники разную тушь. Красную, зеленую, синюю. И вот ребята, значит, строили. И тут, значит, глядя друг на друга, они кажут, думают, что я-то в порядке, посмотрите, что с ними. Ну, они проснулись разом, и их было много, но мы были свежие, и мы успели убежать, потому что мы с нами гнались долго. А отмылить-то как, чернила? Отмыли. Если я ничего не упустил, и вы ничего не упустили из-за вашей автобиографии, то вот после всех этих историй вы попали, собственно говоря, сюда, в дом актера, на Невскому. Много лет назад в театре вы работали кассиром, а как нужно быть кассиром? Знаешь лишь кассир, за билеты не так часто приходили целым миром, посмотрите, как и там забился целый мир. А потом мы до себя узнали, что красиво подняло администратором комедии порой, и ничего, ты не хозяйка, и живой, и ей мы работали, возглавляли порой. А потом мы решили быть поближе к этой сцене, чтобы быть рядом с теми, кто искусство здесь творит. Мы с вами сидим, это кабинет директора, вот там за дверью я был, сидел за стульком, я был начальником завтворческим отделом. А как вы попали в дом актера начальником завтворческого отдела, если вы работали в химической промышленности? А я, я не буду даваться подробностей, то есть я работал после института ГИМП, государственный институт минеральных пигментов, лаборатория. Проводился слез студенческих строительных отрядов. Все, я тут метит, что-то им придумывал. Потом они меня спрашивают, а тебе нравится там работать? Я говорю, не очень. Они говорят, хочешь уйти? Надо было три года отработать. Не спрашивали куда. Они говорят, ну хочешь, мы тебе скажем, что мы тебя откомандируем на работу в обком комсомола. Я говорю, пишите. Они написали. Директор завода отдал честь. И я оказался свободен, без работы. Меня устроили зав. клубы молодежи Петроградской стороны, этого деканинства. То есть я уже, я там делал устные журналы. Просто приглашали известных людей, они говорили. А поскольку раньше информации не было никакой, поэтому любой интересный человек собирал огромную аудиторию. Даже, помню, актовый зал технологии, открытая дверь, и там еще на лестнице стоят люди. Что-то узнать, что-то услышать. Поэтому я уже потом как бы что-то крутился здесь, и меня уже на уровне человека, занимающегося какой-то такой организационно-творческой деятельностью, взяли сюда. И вот мой стол, а так стол Тамары Германовны, чудной женщины, старше меня тогда она была. Она была начальницей всего этого дела. И периодически, когда у меня такой задумчивый взгляд, надо резко поворачиваться, говорю, Сенечка, вы сейчас думаете о делах дворца или о своих? Тем самым нарушая творческий процесс. Тогда я сам попросился с этого места в ночные сторожа, и вышибал я был. Примерно те же деньги. Это боксерский навык вам помогал? Ну, они знали там, и поскольку я все знал, но вот те люди уже этого поколения говорят, что лучше вышибал они не помнят, поскольку опять интеллигентный вышибал. Ресторан, который тогда был полон, и там Толубеев, Меркуриев, там были потрясающие люди, всегда было тесно. Сейчас все разбежались непонятно куда. Мне официантки говорили, там полодинца, все они говорят, давай. Там вот сидят два стола. Я подходил, говорю, товарищи, надо как-то. Они говорят, садись. Я садился. Мы выпивали вместе. И где-то начало 19-го в обнимку, почти с песней, мы выходили из ресторана. То есть очень мягкий был подход. Здесь, именно в этом здании, вам сказали, и вы поняли, что ваш голос – это не просто голос, а голос семинарный. А, здесь, да-да-да-да-да. Вот это странный, почему-то, как мне кажется, нормальный тембр, но это правда. Снимай трубку, там, там, алло, там, будь я, Дмитрий Николаевич, я говорю, извините, вы не туда попали. Пауза, женский голос. Не бросайте трубку, поговорите еще. Так что, если с годами у меня вот это все кончится, есть такая служба секс по телефону, я думаю, я свое отобью. А голос так получилось? Что-то я не... Не простуженный, не прокуренный, не... Нет, нет, я говорил, что-то такое. Ну, это фишка какая-то. У меня по лицу уже далеко не всегда основано, но по голосу, я говорю, о! Я говорю, да. Когда масштаб появился? Масштаб? Ну, уже где-то здесь, уже печатали, уже, по-моему, я даже был однажды или позже лауреатом клуба 12 историй, что-то исполнял. И здесь я познакомился с Аркадем Исааковичем Райкиным. Это очень важно. Отмечали его юбилей, я не помню, какой. Он уже был слабенький, но все равно потрясающий и красивый. Ну, что говорить, эту фигуру те, кто видели, те, кто помнят. Второго такого... И уже, знаешь, что я что-то пишу, Лидия Ивановна, директрица, говорит, Сенечка, а можете что-то написать? Я говорю, ну, конечно, для меня это было... Я написал немножко длинновато, но переписывал. Где-то есть у меня черновики, я прочел. И все смеялись, и он смеялся. До этого, до этого я через кого-то опять интеллигентность. Настоящий человек должен прийти к артисту, с цветами, там, с чем-то, сказать, что вы хотите. Быть дома, ночевать. А я через кого-то передал, мне потом передали, что он что-то попробовал, вроде прошло, не прошло. И вот я потерял 2-3 года, когда Аркадий Исаакович был в хорошей форме. А потом вот этот юбилей, и все, он меня подзывает. Госенечка, зайдите, надо поговорить. Я пришел вот туда, на Петроградскую, и вот началась работа над этим последним спектаклем «Мир дома твоему». Услышал крик «Помогите», прошел мимо, знал, что цифры взяты с потолка, на документ подписал. Встретил старого друга, но узнав, что тот не удел, сделал вид, будто не заметил его. Такого нарисованного огуречика все есть. Человеком его не назовешь. Выступать, когда вы начали на сцене? Выступать? Давно. Когда из-за кадра вы уже в кадр попали? Забавная история, мы пришли сдавать в театр эстрады, мы думали посмотреть, как это делают другие, кого-то не оказалось. Они говорят, мальчики, давайте. А я был в каких-то джинсах, они говорят, ну возьмите приличный костюм. Кто-то мне дал свой костюм, брюки оказались где-то размером на 2-3 больше, чем я мог себе тогда позволить. Я вышел на сцену, и главная моя задача была, чтобы не упали штаны. Поэтому я так, как я думал, непринужденный локтем поддерживал брюки и читал. Они решили, что смотрите, парень-то актер, смотрите, как ловко какой-то образ поймал. Мне дали 9,50 с первого же раза. Так что иногда вовремя спущенные штаны приводят к положительному результату. Ну и долго я уже очень лет 30, я один. Ну, во-первых, мне есть что читать, о чем поговорить. Сержант сказал, у меня товарищ был, на учениях ногу сломал. Так я его на себе волок 5 километров. Он просил, пристрели меня, пристрели. Как это пристрелить друга, когда боевые патроны не выдали? А получилось, спас человека. Выпьем за дружбу. Ну и уж и есть моя публика. То есть за долгие годы никто не ждет того, что, скажем, живут от Comedy Club или от Евгения Вагановича Петросяна. Вот такая своя ниша, как мне кажется, осмысленного юмора. Нас в этом жанре совсем уже осталось немного, но кому-то это нужно. И всегда это достаточно успешно проходит. Хотя мне лично, но я же понимаю, что я не одинок в этой стране, в этом мире. И всегда, чем всегда интересен Жванецкий мне, всегда есть мысль. Это так замечательно, когда парадоксально что-то сказано, это удовольствие. Это пища ума. А если ума нет, то и пищи необязательно. Дребезнит это с кабатом. То-то-то, то-то, то-то, в общем, ничего проходит. Люди, уже довольно много народу. Саша стоит по ту сторону, я говорю, что ты стоишь, ждешь? Он говорит, сейчас еще одного человека встретим и, значит, начнем. Постой, говорит, вместе со мной. Я стою вместе с ним, появляется президент, Владимир Владимирович Путин, без пальто. Проходит сквозь скобу, скоба молчит, как зарезанная. Я говорю, Владимир Владимирович, а где же стальная воля, железные нервы? Как придумывается юмор? Как он рождается? Это ведь где-то и талант, и технический вопрос, чтобы это было действительно смешно и на злобу дня. Как юмористическое вдохновение приходит? Я думаю, это так же, как музыкальный слух. Есть слух на слово окружающей действительности, поскольку толчок всегда идет откуда-то со стороны. А дальше уже, поскольку за долгие годы это профессиональный механизм, это колесики начинают цепляться друг за друга, и на выходе получается конечный продукт. Вы как-то собираете коллекции, а не записки на манжетах, а потом это рождается в некий большой продукт? У меня были записные книжки, но почерк чудовищный, потом разобрать практически невозможно. Сейчас я купил себе уже год диктофончик, я что-то такое наговариваю. Вы трижды знакомились со своей женой? Да. С одной и той же? Да. Помню, понимаю, с полетницей сидит очень красивая девушка, это правда. Ну, органная музыка, по идее, надо было, но тут у меня был устный журнал, а это приравнивается. Я говорю, не хотите ли? Какой идиот. Я говорю, не хотите ли вы пойти на устный журнал? Он говорит, ну почему бы и нет? Когда? Я говорю, завтра, да, пригласить на билет. Как в этой жизни все смешно увязано. То есть у меня работал Махлин, я помню, такой Махлин с удавами у него дома, человек с удавами. И вдруг оказалось, что один удав куда-то смылся, можете представить? Поэтому, естественно, всех волосы дыбом ищут, ищут чертова этого удава. Была она, не была. То есть вот удав стал между мной, и мы могли прожить на три года больше. Может, оно и к лучшему, мы живем в жмете 44, а так было бы 47. Так что спасибо. Короче, все, ну, бывают жизни неудачи. Потом где-то, какой же второй раз случай был? Короче, где-то еще опять я что-то такое идиотское предложил. И уже прошло три года, захожу в комитет комсомола в технологии. То есть вы раз в году с ней встречались? Ну, у нас регулярно были отношения, да. Сидит за пианино, ну, очень симпатичный. И уже куда-то там нас туда познакомил. А вы каждый раз с ней знакомились, ну, как по-новому, вы не помнили? С белого листа, ребят. Ну, уже были какие-то отношения. Она говорит, ну, будем ждать четвертого раза. И тут у меня все это сложилось, сплелось. Вот мы уже так и живем 44 года. Вы дедушка. Да. Вы лучше дедушка или... Или бабушка. Или папа. Это классика, потому что... А когда больше? На дедушку пришлось свободного, вот, чтобы побыть дедушкой? Или на то время, когда вы были папой? Ну, конечно, с сыном мы проводили времени, занимались больше. Тем более, они хотя живут рядом с нами, но сегодняшние дети, они настолько расписаны, загружены, что я пытаюсь списаться в их график там. Они, чем только они не занимаются, мне их жалко, поскольку наше детство, это счастливая такая, безоблачная, свободная пора. А эти, как на службу, поэтому видимся реже, хотя не очень. А раз, трое уже, внук и две внучки, прекрасные, разные. Жена та же. Внуки, вот они появлялись, это как бы был событийный ряд. Катерина. Здесь. Варенко. Здесь. Альтов Семен, здесь. Лариса. Я. Павел. Вася. Здесь. Аня. Здесь. Расчет закончен. Книги выходили, я начал писать пьесы. Вроде сейчас вот есть интерес собирать, оставить и здесь, и в Москве. То, что я работаю, может, я кроме этого ничего не умею. Кто такой Семенальтов для Семенальтова? Я думаю, что я неплохой, наверное, человек, достаточно странный, не от мира сего, до определенной степени. Поскольку есть люди более приспособленные, более какие-то рациональные, принимающие решения. Я вот такой, значит, так, что все равно все нужны. Вот даже такой, даже такой, как я. С моим характером, с тем, что я делаю. Жена, которая готовит, сын, который занимается бизнесом. Внучка, которая говорит, дедушка, вот не было горшка, напиши что-нибудь смешное. Жизнь как-то так устроена, при всей ее безалаберности абсолютно. Это теория каких-то больших чисел. Вот все равно, как знаете, помните мозаика в детстве? Мы такие пластмассовые, синие, и получилась какая-то фигурка. Вот каждый из нас, это какая-то вот эта пупочка такая. И в целом получается вот эта жизнь. Она может нравиться, не нравиться, казаться какой-то неказистой. Но мы же смотрим вблизи, а если кто-то смотрит, а он смотрит откуда-то сверху, значит, он думает, ну, как-то вот так. Это можно один анекдот расскажу? Конечно. Это он ушел, но это не я придумал, он замечательный. Женщину после пластической операции в бинтах. Приходит хирург, снимает с ней все эти бинты. Смотрит. Ну, как-то вот так. Мы часто тебе решили, ну, как-то вот так. Спасибо. Спасибо вам за интервью. Спасибо, Максим. Видите, у меня разговаривали, я даже что-то напомнил из того, о чем я понятия не имел. Спасибо вам. Спасибо. Это был Семен Альтов. Спасибо. 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 Спасибо.